С начала этого года капитальный ремонт провели в 140 чебоксарских домах. В краткосрочный план попали еще 60 адресов. Сегодня с работой подрядчика знакомился глава республики. Встретившие Михаила Игнатьева жильцы пожаловались на проблемы. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Эти дома по Молодежному переулку были возведены 50 лет назад. В капитальном ремонте они нуждаются давно. Нынешним летом здесь заменили кровлю и отопительную систему. Пенсионерка Лидия Андреева говорит, что старые радиаторы прохудились. Температура в квартире часто опускалась ниже положенной отметки. Там стоял кран, и вот этот кран, видимо, там засорило или заржавело, и в батарею вода не проходила. Но и даже после проведенного ремонта у жильцов хватает жалоб. Почему подвалы не проверяете? Чердаки, подвалы, вы что-то должны проверять. Не красит облик подъездов и паутина из проводов. Здесь провода так накрутили, что в случае чего-то замкнет, и все тут может полететь. В этом доме по улице Маршака внешний вид подъездов изменился кардинально. Недавно здесь завершили косметический ремонт. Раньше, говорят жители, здесь царила антисанитария. Собираемость очень хорошая. Где-то на уровне 87%, я справки посмотрю. Да, 8,5%. От собираемости эти деньги направили на капитальный ремонт вашего дома. У нас все было черные потолки, все в плесени, а сейчас, смотрите, как приятно. Вообще, за два года жители этого дома перевели фонд капитального ремонта больше 350 тысяч рублей. В Чебоксарах это лучший показатель. Прошлым летом здесь успели заменить отмозки и кровлю, работы подрядчиков люди остались довольны. У нас там по стеклу, прямо в квартиру, текла вода. И было очень страшно. Почему? Потому что дожди, они идут и зимой. Вот сейчас, например, у нас замечательно стало во всех квартирах. А вот после ремонта теплотрассы подрядчики оставили одни руины. Асфальт возле дома необходимо менять. Еще одна проблема – бурная деятельность неподалеку стоящего киоска. Здесь, говорят жители, круглые сутки реализуют спиртовые настойки. Но пообщаться с продавцами не удалось. Перед приездом проверяющих торговой точки объявили перерыв. Адаги, может, что работает, Даня? Нет, может, работает. А в углаху точно. Принять меры глава республики поручил столичным властям. Говорят, один поменялся, другой поменялся. Перепродажа идет этой точки. Закон принимается, сейчас закроем. Глава республики проинспектировал и капитальный ремонт лицея номер 4. В здании, признанном 4 года назад аварийным, обустраивают медицинские кабинеты, стадион и просторный актовый зал. Классы, уверяет директор, будут оснащены современной техникой. Здесь будут обучаться 500 учеников. Я считаю, что наш год, главное, чтобы лучше иду в республике, но и в России. Работы, говорят подрядчики, приближаются к финалу. Глава республики поручил завершить капитальный ремонт до ноября. Решен вопрос и со школы-интернатом имени Лебедева, которая располагалась именно здесь. А школа Лебедева, это будет строиться около кинотеатра Сейсполь, так скажем. Земельные участки, там вопросы есть, все остальные разрешите до конца. Постойность примерно около 400 миллионов рублей вводится. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов, Республика.